Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники, посетителя канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я сегодняшний наш выпуск проведу из оранжереи Республиканского центра экологии и краеведения. Поговорим мы с вами об уходе за домашними цветами, за комнатными растениями в зимний период. Существует очень большое разнообразие комнатных растений, от кактусов, которые в этот период могут вообще обходиться без полива, без света, где-нибудь в газетке без земли, зимовая для того, чтобы радовать в сезон цветением, до наиболее прихотливых тропических растений без периода покоя. Конечно, можно говорить о каждой группе отдельно, есть особенности, но в этом выпуске я расскажу в общем общие принципы ухода за комнатными растениями зимой на примере такого замечательного растения, как камелия. Камелия очень популярна у цветоводов-любителей, она является довольно-таки капризной, и если вы будете соблюдать те же принципы, которые я вам расскажу для камелии, они вполне подойдут для большинства комнатных растений, сходных по своим требованиям с той же камелии. Это и шифлеры, и многие ароидные, и многие-многие растения, которые растут у нас в комнатах. Первое, от чего страдают растения в зимний период в наших умеренных широтах, это, конечно же, от недостатка света. В декабре, в январе день самый короткий, и, конечно, растениям не хватает для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. Надо помнить, что чем ближе растение находится к окну, тем больше света ему достается. Уже на расстоянии одного метра от окна растение получает менее половины света от того количества, как если бы оно стояло непосредственно на подоконнике. Обеспечение максимальным потоком света является очень важным для растений. Почему? Потому что от света они питаются. Однако же, все равно, как бы мы ни старались, мыли эти окна, зимой не так легко в мороз помыть окна, ну, хотя с внутренней стороны его от пыли периодически надо протирать, многим растениям света может не хватать. При этом большая часть комнатных растений, которые у нас находятся в комнатах, ну, наиболее популярные какие-то, они, в общем, достаточно аскетичны, устойчивы к нехватке света, и пускай это и неблагоприятно для них, но они, в принципе, это могут пережить. Для тех же растений, на которых вы видите явные признаки недостатка света, а это отрастающие листочки, бледно-зеленые вытянувшиеся побеги, иногда это тоже и листопад, в этом случае можно организовать дополнительную подсветку, поэтому доставайте те лампы, которые у вас имеются про запас для рассады, которыми вы подсвечиваете, и хотя бы часа 2-3 дополнительно можно подсветить. Ну, такие растения, как цитрусовые, как шифлера, как плющ, как многие-многие другие, в принципе, даже синполии, в подсветке особо не нуждаются. Ну, и камелия тоже, в принципе, может не подсвечиваться. В большей степени подсветки рады растения, которые абсолютно без периода покоя. Это, например, всевозможные орхидеи, фаленопсисы. А у них нет периода покоя, поэтому они как раз страдают. Если вы хотите их расцветить, чтобы они у вас цвели даже теперь, под Новый год, например, или в зимний период какой-то другой, даже к 8 марта, то подсветка им, безусловно, необходима. Второй фактор – это, конечно же, полив. Полив очень связан с обеспечением влажности воздуха. Зимой, когда у нас отопление работает, воздух становится очень сухим, и поэтому растения очень могут страдать от излишней сухости. У них подсыхают края на листочках, делаются такими темными, черными, коричневыми. Они могут сбрасывать даже листья из-за излишней сухости воздуха. Поэтому необходимо предпринимать меры для того, чтобы или локально, или в целом в квартире влажность воздуха была повыше. Существует много способов. Это и укладывать влажные тряпочки на батарею или на подоконник. Это и установка какой-то посуды для дополнительного увлажнения воздуха. Это может быть даже открытая лейка с широким горлом каким-то на подоконнике возле батареи. То есть на самом деле способов увлажнения воздуха очень много. Или обработка из пульверизатора дистиллированной водой растений. Почему дистиллированной водой надо обрабатывать? Потому что купить ее достаточно легко. Она дешевая в любом магазине, где автотовары продаются, везде продается и дистиллированная вода. Почему? Потому что вот эти высолы на листьях, они, конечно, очень портят декоративность внешнего вида растений, особенно с жесткими гладкими листьями. Поливы нужно проводить обязательно умягченной водой. Увеличение испарения воды в зимний период как раз связано с сухостью воздуха. Мы начинаем растения чаще поливать. И в земляном коме накапливается значительное количество солей кальция и магния. Ком становится засоленным. И это очень вредно. Вы можете видеть, что на тарелочке высолы и так далее. Один из способов уменьшить засоление – это использование пластмассовых горшков. Потому что через глиняные, особенно неглазурованные горшки, испаряется через бока очень-очень много влаги. А вот через пластмассовый горшок влага испаряется только через верх. Даже такой простой способ использования пластмассовых горшков может существенно уменьшить засоление почвы. Второй прием, который следует использовать – это подкисление той воды, водопроводной воды, например, в городских условиях другой практически нету, которой вы поливаете ваши растения. Чайная ложечка на 2 литра воды уксуса столового 9% или буквально меньше чем пол чайной ложечки на 3 литра лимонной кислоты растворить. И поливать такой водой буквально все растения и особенно камелию и азалии очень-очень хорошо. Не бойтесь того, чтобы вода вытекала, вот эта подкисленная, в поддончик. Обязательно ее сливайте. Именно в нее будут промываться соли жесткости и выливая эту воду, не давая ей попасть назад по капиллярным силам в горшок, вы тем самым избавляетесь от этих солей жесткости. Следующим способом можно убрать верхнюю часть почвы и засыпать новую туда, для того, чтобы уменьшить количество солей жесткости в целом в этом горшке. Ну, конечно, можно использовать для полива ту же самую дистиллированную воду с небольшим добавлением туда водорастворимого удобрения. Примерно в 3 раза меньше, чем рекомендуется по инструкции для этого удобрения. Вы тоже можете использовать этот способ, если у вас не так много растений и это не будет слишком большим расточительством для вас. Конечно, можно использовать талую воду, но те, кто живет в сельской местности, им проще. Они могут найти участки чистого снега, а вот в городских условиях найти чистый снег не так-то легко. Ну, в принципе, талая вода, которая получилась из снега, собранного вдалеке от каких-то промышленных центров, от трасс оживленных и так далее, если вы на дачу, деревни уехали на выходные, вполне может подойти для поливов. Замечательным способом является использование мха-сфагнума и для увлажнения воздуха, и для небольшого подкисления грунта, особенно для камелии, для азалии это актуально, для ароидных растений, для диффенбахи, для аллоказии, для монстеры, для филодендронов различных. Это очень-очень актуально. Для антуриумов вы берете и укладываете поверхность ваших горшков мхом-сфагнумом и делаете обыкновенные поливы. Мох-сфагнум будет очень медленно, во-первых, он напитывает очень много влаги, она будет испаряться, и в зоне ваших горшочков будет формироваться хороший влажный микроклимат. Вы можете даже мох-сфагнум уложить там на подоконник, на батарею, и опрыскивать его водой, он будет ее забирать и очень медленно отдавать. А потом очень медленное разложение мха-сфагнума будет очень таким пролонгированным подкислителем ваших вот этих вот горшочков. Для синполия это тоже хорошо, но буквально для всех растений, ну за исключением суккулентов, кактусов, тех растений, которые привыкли к более аскетичным условиям в отношении полива. Поэтому мох-сфагнум прекрасный субстрат и для увеличения влажности в квартире, что также хорошо для вашего здоровья. Слизистые они так сильно пересыхают, самочувствие у вас улучшается и так далее. Конечно, может возникнуть вопрос грибки там по углам, но это другой плоскости вопрос, который мы обязательно, конечно, на нашем канале обсудим. Нужны ли подкормки в этот период растениям? Нет, подкормки в этот период не нужны. Ну вот я сказал, почему надо добавлять удобрения в дистиллированную воду, вот там я порекомендовал. Ну потому что все-таки сама по себе дистиллированная вода не очень-то полезна для растений, именно для корневой системы. Немножечко там подсаливать ее, ну не солью, конечно, а вот этими минералами, которые находятся в жидком удобрении, все же необходимо. И соблюдение температурного режима также очень важно. Для большинства растений температура 18-20 градусов вполне подходит для зимовки. Каким-то растениям годится температура и 12-15 градусов, например, для субтропических растений, для цитрусовых. Та же камелия может выдерживать более низкие температуры, чем 18-20. Но все-таки там азалии тоже могут выдерживать их, даже снегом иногда обкладывают для снижения вот этой температуры, увеличения влажности и для исключения, абсолютного исключения солей жесткости. Камелия их не любит, азалии не любят, синполии не любят эти соли жесткости. Это одна из причин неудачи выращивания этих растений в домашних условиях и особенно в зимний период их содержания. Что соли жесткости враг номер один для них и пониженная влажность. Вот соблюдение вот этого температурного режима очень важно. На подоконнике может быть слишком холодно, батарея с этой стороны жарит, может быть слишком жарко. Поэтому накройте батарею одеялом, чтобы смягчить немножечко вот этот процесс перегревания этого воздуха. А горшочки, если у вас подоконник холодный, поставьте в какие-то пенопластовые емкости. Там бывают упаковочные материалы, выбрасываются от бытовой техники, еще от чего-то. Подберите что-то такое адекватное по размеру и сделайте теплоизоляцию горшков. Ну так, чтобы это было одновременно и красиво. Хотя бы поставьте экран какой-то пластиковый, там из чего-то теплоизолирующего, может картон, еще что-то. Что не будет позволять переохлаждаться вашим горшочком и как следствие не будут загнивать корни от переохлаждения. Что ж, вот такие простые элементарные советы помогут вам содержать ваши растения и обеспечивать их хорошее пышное цветение, если речь идет о той же камелии, азалиях и пышно цветущих растениях. То есть, первое, это обеспечение светового режима, достаточное количество света, особенно для чувствительных видов. Второе, это исключение накопления солей жесткости. Третье, это обеспечение достаточной влажности различными способами. И четвертое, это соблюдение правильного температурного режима. Если эти условия будут соблюдены, то даже самые капризные растения, в том числе камелия, будут радовать вас красивым-красивым своим видом. Имейте в виду, что вот эти подсыхающие края камелии, иногда опадающие листья, то же самое касается растений кофе, например, и многих других, как раз связаны с накоплением солей жесткости в горшках. И вот те мероприятия, о которых я сказал, вполне помогут вам решить эту проблему. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что ваш зимний комнатный сад будет в полном порядке. До новых встреч!